Санимет антилегу зимой, как положено. 250 брикетов предприимчивый житель СНТ «Сирень» закупил для обогрева дачного домика на предстоящую зиму. Пока газа нет, печку убирать нет смысла, говорят дачники. А кто-то поторопился. Всё пришлось демонтировать, всё переделывать, трубу перешивать, всё переделывать, подготовиться к зиме, к газу. На смену твёрдотопливному котлу Ренат установил газовый и дымоход подцепил. Старое оборудование вынес на улицу. Говорит, надоело топиться углём, много копоти. Соседка Лилия 30 лет отапливала дом по старинке. Новый котёл поставила, а старый пока не торопится убирать. Дрова мы пока не заготавливаем на зиму, потому что нам пообещали, что будет газ. Обычно мы дровами топили все эти годы. И вот сейчас мы немножко так уже задумались, заготавливать нам дрова или не заготавливать. Жители товарищества ждут с нетерпением заветный газ. Ведь их СНТ попадает под программу социальной газификации по всем параметрам. Дома должны быть расположены в границах газифицированных населённых пунктов. А земельные участки и жилые дома зарегистрированы и оформлены в собственность. Они должны в том числе позаботиться о том, чтобы дороги общедалевой собственности, их земельные участки были оформлены. Так как после того, как в СНТ придёт труба, будут красные зоны. И поэтому многие садовые товарищества не смогут оформить, а, свои общедалевые имущества, б, садоводы не смогут оформить свои земли. Последним требованием является проведение общего собрания до 1 августа. Именно с этим пунктом сейчас и возникают проблемы. Общие собрания проводились в очной форме. Кворум при проведении собрания в очном формате, как правило, отсутствует. Не удаётся собрать необходимое количество голосов, а для правомощности принятия решений необходимо 50% участников плюс один голос. Как показывает практика, вопросов у председателей товариществ пока больше, чем ответов. Может, хорошая погода, которая идёт в Тюмень, поможет, наконец, собрать кворум сначала на грядках, а потом и на собрании собственников. Мария Заводовская, Дмитрий Бурматов, Тюменская служба новостей.